Намаскар! Приветствую вас! Сегодняшний урок очень-очень-очень важный. Он связан с телом. И мы будем начинать делать асаны. Асана – это особый разряд упражнений. Определение на санскрите такое «стхирасукхам асанам», то есть упражнения, в которых тело и разум чувствуют себя стхиро очень-очень спокойно. Не просто спокойно, а стабильно. Очень стабильно, здорово. И сукхам значит счастливо. То есть упражнения, которые делают разум и тело счастливым и спокойным. Асаны – физические упражнения. От спорта они отличаются. Спорт в основном даёт нагрузку на мышцы, сердца, лёгкие. Такого глубокого внутреннего воздействия на железы и внутренние органы не производят. А асаны идут в самую-самую глубь. То есть асаны производят вот такое преобразование внутри тела на уровне правительства. Правительство нашего тела – это гормональная система эндокринных желёз. И вот как железы работают, таким ты и будешь. И вот никак. То есть если железностроен так, чтобы ты был полным – ты будешь полным. Если ты железностроен так, чтобы ты был лёгким – ты будешь лёгким. Железностроен, чтобы ты был высоким – ты будешь высоким. То есть это полностью... И то же самое с эмоциями. Если выделяются несбалансированные гормоны здесь, вот в этой области, то человек начинает злиться, или он испытывает страх, или он испытывает недостаток воли к жизни, нет желания жить и так далее. То есть все вот эти эмоции, они расположены в разных частях тела, они все зависят от выделения каких-либо гормонов. И асаны, они за счёт вот такого массажа, который мы делаем при помощи сгибаний, скручиваний, растяжения для своего тела, при помощи массажа прорабатываются вот эти эндоктринные железы и наши органы внутренние и происходит вот эта нормализация, происходит гармонизация секреции гормонов. А, соответственно, возникает гораздо более хорошее здоровье и устанавливается хороший баланс в эмоциональной сфере. То есть когда асаны делаешь, ты чувствуешь себя... Утром сделал асаны, всё, ты бог. Целый день ты живёшь просто в отличном настроении. И в стрессовой ситуации ты встречаешь с самообладанием, с позитивом. Ну то есть асаны, действительно, мою жизнь... Я помню, я на самом деле вообще не любитель физкультуры с детства. Но я когда учился медитацией, я думал, ну это точно не для меня, все вот эти вот асаны. И мой учитель мне сказал, он говорит, если ты хочешь продвинутые уроки медитации получать, то делай асаны ежедневно. Делать не будешь, я тебе не дам. Ну, в общем, он меня заставил таким образом. Я начал делать асаны, изучать начал асаны, тело не гнётся, это всё очень сложно даётся. Но, действительно, моя жизнь перевернулась, жизнь поменялась. Полностью ты делаешь и прям, вау, ты мыслишь совершенно по-другому, как будто какая-то пелена у тебя с глаз спадает и ты начинаешь, ну чувствуешь, что вот я теперь по-настоящему живу, я чувствую себя человеком. Вот это эффект асаны. Асаны действуют на мышцы, они действуют на кости, они действуют... Особенно они поддерживают гибкость позвоночника, а поэтому биологическая молодость сохраняется дольше, ясность ума поддерживается, потому что нервная система, она не закостеневает в позвоночнике, кровоснабжение нервов происходит, но вот это благотворно очень влияет на ум тоже, на всю энергию вообще нашего телеса, потому что это наша основа железа, внутренние органы, мышцы, позвоночник, внутренние ветры, то есть жизненная энергия, прана, вайо тоже асаны влияют и гармонизируют, и чакры, центры, вот эти эмоциональные центры, которые у нас расположены вдоль позвоночника и которые разные функции в теле выполняют, тоже асаны, они регулируют деятельность вот этих вот чакр. То есть это такое универсальное, совершенно потрясающее, шикарное упражнение. Я не знаю, как это вообще йоги додумались до такого, но это просто фантастика, когда ты делаешь не торопясь, лучше сделать одну асану, но сделай её как следует, не торопясь, то есть выдели себе, ладно, я вот 10 минут выделю и одну асану как следует сделаю, хорошо, и полностью пусть разум успокоится, ты делай, чтобы с удовольствием. Но обычно я вот так вот себя уговорю, думаю так, надо асаны поделать, но это дисциплина, то есть я стараюсь каждый день асаны делать. И думаю, ну ладно, времени нету, надо то-то-то делать, но я хоть одну асану сделаю. Думаю, какую асану сделаю, а вот эту сделаю. Пока делаю, состояние ума вот с этой торопливости, с беспокойством оно поменялось. Думаю, ну ладно, ещё одну сделаю, ещё одну сделаю. И в конце концов я делаю всю свою программу асан, думаю, ой, как же хорошо, что я всё-таки асаны сделал, мир никуда с ума не сошёл от того, что я двадцать минут лишних на себя потратил. Ну и за тот целый день ты очень-очень хорошо себя чувствуешь. Ты чувствуешь себя на волне, ты чувствуешь много энергии, много бодрости, много ясности. Однозначно асаны очень-очень положительный эффект на здоровье производят. Я помню, когда я начал практиковать, ну, я не знаю, три вещи как бы вместе совпало. Во-первых, я перешёл на вегетарианскую диету, потом я начал регулярно голодать, ну, медитировал уже, начал практиковать продвинутый урок медитации, и вот асаны я начал делать регулярно. И в тот момент я просто резко перестал болеть. То есть у меня была в детстве вот такая вот карточка, я помню, мы с мамой в поликлинике всё время сидим, я там рассматриваю вот эту вот агитацию, да, там про микробы, про вирусы, там на стенках нарисовано. Вот, и постоянно поликлиника, 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 и вот когда... То есть для меня было очень привычно болеть там каждые, я не знаю, три недели, каждый месяц какой-нибудь, я себе болячку подхватывал. И когда я начал делать асаны, когда я начал питаться правильно, вдруг у меня всё как рукой сняло. То есть с тех пор я не помню, чтобы я обращался, ну вот за исключением там ухода за зубами, я не помню, чтобы я в больницу обращался с тех пор. Уже вот восемнадцать лет прошло. То есть это совершенно нереальная, шикарная система, фантастическая. Ну и нужно начинать практиковать. Асаны в моём YouTube-канале, там выложены в плейлистах, все сорок две асаны, я уже их записал, они в ближайшее время я их выложу. То есть сейчас, когда вы смотрите, скорее всего они выложены там. Сорок две штуки. В рамках рассылки, в рамках нашего медитативного эксперимента, вот этого пятинедельного, вы практикуете три базовых асаны. Их покажет вам Рукмини. Здесь вот в этом же письме, в котором вы сейчас получили, читайте, и будет несколько видео. То есть одно видео – это асанокласс, где смотришь на инструктора и вместе делаешь. И будет три видео, где каждая из асан подробно разобрана. Её польза, её противопоказания, всё это разобрано, и вам представлено. Так что начинайте выполнять каждый день. Вот эти три базовых асаны, они много времени не требуют. У вас будет уходить, может быть, 15-20 минут. Но это существенно улучшит стабильность, тишину ума, контроль над эмоциями, а соответственно улучшится ваша медитация, ну и здоровье. То есть жизненная сила больше становится, поэтому медитировать легче. Вот этот базовый комплекс, я рекомендую его всем выполнять. То есть первый месяц практики все начинают с этого базового комплекса. А когда привыкнете, в практику войдёте, тогда можете обратиться, я вам составлю индивидуальный комплекс, если есть такое желание. И можно присовокупить ещё к этим асанам, к тём базовым асанам, можно присовокупить ещё женский танец, называется каушики. Женский танец хороший для мужчин и для женщин. Мужской танец только мужчины могут делать, потому что много выделяется мужских гормонов и растёт борода от него, а женщинам это ни к чему. Практикуйте асаны регулярно, наблюдайте, что с вами происходит. Ознакомьтесь также с правилами для асан. Но правила для асан, они больше актуальны, когда вы начинаете делать продвинутые асаны согласно личным предписаниям, но всё равно можно ознакомиться с этим видео. Правила для асан — это на канале YouTube, в том же плейлисте про асаны. Делайте, можно асаны делать до медитации, можно делать после медитации. И так, и так. То есть если утром проснулся и чувствуешь, что ещё не проснулся, можно сначала асаны поделать, потом уже делать медитацию. Ну и экспериментируйте, как вам удобно. Всего-всего вам хорошего, удачи, делайте асаны как следует. Пожалуйста, каждый день выделяйте какое-то время и наслаждайтесь вот этой вот новой жизнью, изменениями в своём сознании и изменениями в своём теле и будьте здоровы. Всего доброго! Дорогие друзья, спасибо за просмотр видео. Оно является частью проекта Уроки Медитации. Это онлайн-ресурс по освоению основ йоги и медитации. Для того, чтобы это освоение происходило не хаотично, оно происходило системно, йога — это 99% практика, 1% теории, я рекомендую вам подписаться на рассылку. Для этого нужно зайти в уроки медитации, слитно урокимедитации.рф. Там оставить свой электронный адрес и свой город. И с этого момента начнут приходить видео уроки. В этих видео уроках даётся практика некоторая и дальше даётся домашнее задание. Вы получаете это, практикуете и потом следующий урок приходит. И таким образом вы очень системно, очень грамотно, очень гладко осваиваете вот эту вот науку, тонкую науку о медитации. Курс получился очень вдохновляющим, я получаю прекрасные отзывы от слушателей, много очень таких хороших слов. И я сам вдохновлён, то есть я не думал, что по интернету можно вот так вот обучать. На самом деле получается ещё более эффективно даже, чем очно, потому что есть вот тут вот система такая незыблемая. Так что подписывайтесь и когда не хочется ждать 3 дня до следующего выпуска, тогда вы можете пользоваться YouTube-каналом. Подписывайтесь на него и вы будете получать все самые свежие обновления, все вот эти вдохновения, которые внезапно озаряют и приходят, и они записываются. То есть они все ваши. И на YouTube-канале среда очень такая демократичная, широкая, то есть там есть большие лекции, кому-то нравится там по 2 часа слушать лекции, есть маленькие совершенно вдохновения, есть практики физические, есть практики медитативные, есть философские вещи. Ну всё, вникайте, подписывайтесь и если вам нравится, то делитесь своими друзьями, за это тоже я очень признателен. Всего доброго! Спасибо! Спасибо! Спасибо!